Владимир, привет! Довольно много, надо сказать, громких новостей за последнюю неделю случилось. Как громких? Иронично. Они довольно громкие, но при этом тихие. В том смысле, что их никто не обсуждал, но как будто бы они имеют очень важное значение. ФНБ, Лукойл и инфляция наша традиционная. В общем, расскажи, пожалуйста, что ты как нам, знаешь, как Дед Мороз наоборот, да? Тот подарки приносит какие-то, соответственно, наоборот. Какие-то удары, по крайней мере, фиксируешь их по российской экономике. Расскажи, пожалуйста, что на минувшей неделе привлекло твое внимание и что ты считаешь наиболее важным. Всем привет! Да, Дед Мороз наоборот, это прикольно. Приносит такое нечто не очень приятное под елку. Смотрите, во-первых, реально вышла статистика, наконец, по финальным значению расходов бюджета на 2023 год. И сколько они потратили денег из Фонда национального благосостояния, того самого ФНБ. Потратили они много. Я вот здесь беру свои слова частично назад. Помнишь, мы перед Новым годом, там, я посыпал себе голову отходами табака-курения. Что, типа, вот я не угадал, что они не потратили, значит, много денег из ФНБ в ушедшем году. Но выяснилось, что они в последние дни декабря таки потратили очень-очень много. Почти 2 триллиона рублей. Вот можно показать вот этот график. Мы забираем назад твои слова вот эти. Но до этого были твои слова как раз таким предположением. Поэтому мы можем откатиться просто к более предыдущей версии слов, скажем так. Да, год назад я говорил, что они потратят значительную часть Фонда национального благосостояния в ушедшем году. И в итоге я не так уж сильно оказался неправ. Они его, конечно, сохранили. Но вот видно на графике, что почти 2 триллиона они потратили из так называемой ликвидной части ФНБ. И, кстати говоря, она очень сильно сократилась. Что это такое? Дело в том, что в целом вот сейчас ФНБ составляет порядка 12 триллионов рублей. Но где-то 60% этих денег – это не живые деньги на счетах Минфина в Центробанке. А это вложено в какие-то акции и облигации российских компаний. То есть, это номинально на бумаге есть, но это еще надо оттуда достать и вернуть. Кстати говоря, например, там есть вот те самые 3 миллиарда долларов, которые они 10 лет назад подарили Януковичу и с концами. Они их, конечно, никак вернуть не смогут. Но это все считается тоже в так называемой неликвидной части ФНБ. То есть, куда-то вложенной. А вот ликвидная часть – это живые деньги, которые у них есть. Она сократилась по состоянию на 1 января до 5 триллионов. Ну вот, чтобы вам было понятно. Здесь, кстати, вот в течение года картинка просто кардинально перевернулась. Год назад у них были военные расходы типа там 4 триллиона в год по плану. И при этом ликвидная часть ФНБ была типа 6-7 триллионов. То есть, почти в два раза больше годовых военных расходов. Сейчас у них военные расходы выросли до 11 триллионов. А ликвидная часть ФНБ уменьшилась до 5. То есть, вот вы спрашиваете, сразу вопрос будет, насколько им этих денег хватит. В принципе, осталась довольно тонкая намазочка такая. Если мы еще линейно считаем, если мы еще будем считать, ну, то есть, траты же из ФНБ по сравнению с предыдущим годом, например, увеличились, правильно? Ну, то есть, будет ли следующий год, скажем так, менее затратным? Ну, вот, будет ли 2024 менее затратным, чем 2023? Да вряд ли, как будто бы. Как будто бы они будут расходовать даже больше, чем в 2023. Или нет? Все верно. Вот в этом все и дело, что наступивший 2024 год – это год ожидаемого большого бюджетного кризиса, потому что у них резко выросли расходы. При этом мы видим, например, что цены на нефть, они планировали в прошлом году, что они будут 70 долларов в среднем. И на этот запланировали 71. Но мы видим, что цены на нефть существенно ниже. И доходов они от экспорта нефти получают гораздо меньше. Поэтому здесь вот это все может этот бюджетный кризис усилить. То есть, я бы сказал, что вот эти оставшиеся 5 триллионов живых денег в фонде национального благосостояния – это вот им, знаешь, такой экстренный запас. Типа вот если вдруг, значит, где-то там порвется, вот залатать эти дыры. При этом еще такой момент, что у них, очевидно, часть расходов по прошлому году переехала на этот. Они не все профинансировали по вот тем цифрам окончательным, которые они дают, что они планировали. А деньги эти тратить им придется. Это вот там решение, значит, выделение этого осигнования уже были, да. Мы помним, как это происходило в прошлом году. Вот ровно в январе они профинансировали часть прошлых расходов прошлого года. И там был очень-очень большой январский дефицит. Мы, скорее всего, идем куда-то в эту сторону. То есть, в принципе, прогноз о том, что ФНБ будет сжиматься, потому что денег им не хватает, он оправдывается. Но, как всегда, вот это происходит, во-первых, медленнее, чем ожидалось. Но верно зато, идет дело в эту сторону. И вторая часть истории. Вот очень интересный момент. Это в чистом виде доказательства того, что Путин ведет такое пиаровское наступление, чтобы показать, что все у него хорошо и лучше, чем есть. Вот расходовать несколько триллионов буквально в последние дни декабря – это ужасно неудобно для всех участников процесса. Для Минфина, для ведомств. Прикинь, эти деньги им надо довезти в регионы, провести проводки, исполнить все договоры. Перед праздниками. Вообще. Вилы просто. То есть, это говорит нам о чем? Что они идут на такие неудобства ради того, чтобы весь год держать такую относительно красивую картинку. И чтобы Блумберг писал, что Путин со всеми санкциями справляется. Да, меня особенно позабавило, что вот эта публикация про ФНБ и его расходование, ликвидные его части – это тот же Блумберг, который месяц назад, или сколько, полтора месяца назад рассказывал, как охренительно все у российской экономики. Справедливости ради разные авторы. Я все понимаю, я все понимаю. Но, блин, соберитесь в одной комнате, вспомните, что такое диктатура, и почему нельзя на слово верить диктатурам с точки зрения их цифр, которые они предоставляют. Отдельно у меня как-то горит по этому поводу, но, возможно, только у меня. Ну, правильно горит, у меня тоже, но я считаю, что надо идти как бы здесь в контратаку и максимально раскручивать этот сюжет, чтобы показывать. Вами манипулируют, они идут на большие трудности и большие жертвы, чтобы в течение года поддерживать красивую картинку. И потом, значит, в панике эти триллионы расходовать вот буквально в последние дни декабря. То есть, это реально вот те, кто пишет, что все отлично, и Путин с санкциями справляется, эти люди, вольно или невольно, они становятся соучастниками вот совершенно конкретной информационной спецоперации, которая идет. Но, надо сказать, что в итоге, вот я хочу подытожить эту тему с ФНБ, ситуация-то для них плохая. То есть, они входят в очень сложный для себя бюджетный 24-й год, где резко выросли расходы, и непонятно, как их финансировать. Они входят с резко похудевшей финансовой кубышкой, и это, конечно, говорит, что надо дальше санкциями на Путина давить, потому что, в принципе, результат-то вот получается. То есть, задача была, типа, лишить его денег на финансирование войны, вот дело прямо в эту сторону идет. В этом смысле, вот, я как раз не так пессимистично смотрю на наступивший год и возможности Путина, в том числе, и войну вести, потому что видно, что его денежные возможности здесь очень сильно сокращаются. И мы увидим, скорее всего, что вот эти военные расходы, которые он поднял на ближайшие три года, ему будет очень сложно финансировать, потому что вот деньги заканчиваются, так или иначе. Ну, давай чуть подробнее про нефть тогда. Неужели все еще не как хуситы и вся эта проблема в Красном море не влияет на ценообразование? Неужели не будет какого-то неожиданного буста помощи Владимиру Путину в виде повышения цен на нефть? Самое смешное с хуситами, что они таки начали, в том числе, попадать и по российским танкерам, да? Вот, и видно, что Россия отправляет танкеры уже в обход через Атлантику, через мыс Доброй Надежды. На самом деле, как раз, вот, парадоксально, то есть, в чем здесь ирония, что хуситы – это союзники Ирана, а Иран – союзник России? Ну, мы уже выясняли, что там не все так просто, потому что иранцы, во-первых, наши главные конкуренты на рынке Китая, Индии, азиатских стран. То есть, они выдавливают российских экспортеров нефти, давая лучшие скидки. И у Ирана есть для этого большие возможности, потому что они там рядом, и они нефть прямо в море добывают и сразу везут. Им не надо ее везти из Западной Сибири по трубе на Балтику или Новороссийск, да? Потом танкерам, значит, в обход всего, то есть, у иранцев есть конкурентное преимущество, они реально нас выдавливают с рынка, это раз. И второе, их хуситы все-таки нашим танкерам перекрыли движение через Красное море, но это вот обход Африки. Насколько я понимаю, Россия просто не хочет брать дополнительные риски и гоняет по другому маршруту, более длиннее. Да, но, то есть, как бы по факту получается, что Россия самая пострадавшая страна, потому что ты представь себе только, да? Вот ты, значит, качаешь нефть из Западной Сибири в порт Приморск на Балтике. Ты его везешь через Балтику, Датские проливы, потом ты везешь его, значит, в обход Атлантики, в обход всей Африки через мыс Доброй Надежды. То есть, это удлиняет там, я не знаю сколько, 40 с лишним дней так нефть везти, значит, из Приморска в Индию и так далее, да? Ну, и это очень резко увеличивает у них, конечно, расходы на транспортировку. То есть, Россия здесь оказалась самой пострадавшей стороной в этой ситуации. Ну, а цены на нефть при поднятии мне удается. То есть, вот видно, что после пика, после того, как бренд сходил на 80 долларов в конце декабря, ну, периодически, знаешь, вот как-то американцы ударят, то еще обстреляют какое-то судно. Нефть сразу так вскакивает на 2-3 доллара, но до 80 все-таки не дошла. С учетом дисконтов, это значит, что российская нефть, скорее всего, стоит где-то 60 с небольшим. Скоро мы свежие цифры от Минфина узнаем. Ну, то есть, это значит, что это меньше доходов, чем они планировали. Они составили бюджет из 71 доллара за баррель российской экспортной нефти в этом году. И видно, что, ну, по крайней мере, по первому месяцу их доходы будут сильно меньше. То есть, вот эта вилка с дефицитом, о которой мы только что говорили, она усиливается. Хорошо, а что с инфляцией тогда? Потому что, ну, вот январь подняли цены продуктовой сети, и, по идее, это за собой должно потащить и все остальное. В общем, что происходит с инфляцией, что говорят официальные лица, и какой, собственно, план у российского руководства на преодоление этой самой инфляции. Ну, вот можно посмотреть на цифры, которые дает Росстат на 15 января. То есть, за две недели, первые две недели Нового года, по таким базовым товарам народного потребления, как говорится, вот рост очень-очень серьезный. И там огурцы фигачат сильнее всего на 17%. И огурцы, и помидоры, капуста, яйца, как мы видим, застабилизировались. То есть, небольшой рост с начала года все равно есть, но, в целом, если вспомнить, что за предыдущий год они выросли на 60%, да, то где-то какой-то предел уже там по яйцам явно достигнут, но подорожали они сильно. Ну, то есть, видно, вот все эти продукты, это такая базовая повседневная корзина россиянина. И видно, что вот прогнозы, что будет резкий рост цен с Нового года, они оправдались. Это, опять же, свидетельствует, во-первых, о том, что все вот эти наши доморощенные помидоры и огурцы включают очень много импортных компонентов. Это, собственно, и там и оборудование в тепличных хозяйствах, и семенной фонд, и удобрения там, и так далее, да. То есть, здесь это просто вот такой, оно чисто технический помидор выращен в России, да. Но, кстати, там импорт, доля импорта в автоматах тоже сохраняется значительная, и в этом смысле вот видно, что мы от ослабления рубля и от всех вот этих вот процессов очень сильно страдаем. Это, очевидно, продолжится дальше. То есть, инфляция где-то вот, ну, она сейчас так застабилизировалась на уровне 7,4% в годовом выражении. Но видно вот, что прессинг прям с 1 января по базовым товарам начался сильный. Каких-то причин ожидать там уменьшения этого инфляционного давления нету. Мы ждем, пока Центробанк не назначал внеплановых заседаний по ставке. Оно планируется у них на 16 февраля. И мы, конечно, здесь все это с тобой обсудим и осветим, да, все, что там будет происходить. Ну, то есть, вот надо еще там подождать три недельки условно, как Центробанк оценивает эти процессы. Но пока инфляционный фон остается очень сильным. Несмотря на все вот эти героические повышения ставки, никакое это инфляционное давление не спадает. И люди это на своем кармане очень-очень сильно чувствуют. Так что я думаю, что инфляция это такой вот подарок. Ты как-то говоришь, что плохой Санта, да, я сегодня выполняю, сегодня и всегда выполняю такую роль. Инфляция это то, что будет с нами на неопределенное время теперь. Как и говорит Набиуллина, будем держать жесткую денежную политику столько, сколько потребуется. Да, она делает это, поговаривает даже в ущерб собственному здоровью. Не здоровится Эльвире Савхидзадовне, но это всем урок. Если вы помогаете фашистскому государству произновить снаряды и убивать людей в другом государстве, то даже ваш собственный организм может против этого сбунтоваться. Не то, чтобы я чего-то плохого или хорошего ей желал, но просто отмечаю после незначения следствий. Однако, безусловно, на организм такие вещи могут влиять. Может влиять на организм, и, знаешь, проблема, которую тебе казалось, ты решил, а она как-то бац, и снова появилась. По крайней мере, много организмов будут на это реагировать. Речь, конечно, идет о бензине, о проблемах, которые с этим могут возникнуть. Довольно специфическая тема, но которая тебе, насколько я знаю, весьма интересна. Что там происходит на этом поприще? Что там с Лукоилом? В чем сенсация, о которой пишут специалисты? Да, вот произошла очень серьезная авария на Лукоиловском заводе в Кстово, в Нижегородской области. И, на самом деле, это, во-первых, ключевой завод, который снабжает топливом Москву, столицу нашей родины. И, кроме всего прочего, это один из самых современных заводов. Лукоил очень сильно вложился за последние 15 лет в его модернизацию. Там в том числе поставили вот две очень современные установки каталитического крекинга. Это установки, которые позволяют производить именно высокооктановый бензин. Надо ли говорить, что все это оборудование... Такие установки есть еще и на других российских НПЗ, но все это оборудование западное. То есть, насколько я понимаю, то, что стоит у Лукоила и то, что сломалось, это установки американской UOP, Universal Oil Products, это подразделение компании Honeywell. Понятное дело, что в связи с санкциями обслуживать это дело никто не будет и поставлять им запчасти тоже. И вот они сейчас думают, что делать. Я по своим источникам пытаюсь узнавать. Они говорят, ну вот вы, может быть, видели, кто следил за этим, что они обещают починить одну из установок. Там какая история? У них две установки этого каткрекинга. Одна у них сломалась в декабре, но они ее перезапустили. Вроде как она работает, хотя не на полную мощность. А вторая полетела вот в первые дни этого года. И фактически они там более чем наполовину снизили производство высокооктановых бензинов, чтобы люди понимали, как это выглядит в цифрах. Это примерно 11-12% производства бензинов от общероссийского. Вот этот завод. Довольно много. То есть, это прям значительно. Да, это очень много. При этом я не могу назвать точную цифру. Это бензинов в целом. Но это бензины включают и прямогонные, и 92-й. А вот в высокооктановых эта доля еще выше. То есть, я не знаю, она там сколько? 20 и так далее. При этом, если убрать там все сибирские и дальневосточные НПЗ, в которых ты не повезешь высокооктановый бензин в Москву, то видно, что для центрального региона это прям удар-ударище такой. Вот выход этой установки. То есть, потеряны как бы двузначные цифры. Я не знаю, 15% может быть производства высокооктановых бензинов в центральной России просто из-за одной этой установки. И там еще какой момент, что от Кстова до Москвы идет нефтепродуктопровод, и высокооктановые бензины прям по нему доставляются. А с других заводов придется дополнительно по железной дороге возить. Мы знаем, что она сейчас перегружена. То есть, это будет дольше, дороже и так далее. И вот мне присылали уже инфу из этих регионов центральных, что 95-й, 98-й на заправках где-то начинает исчезать. Я думаю, что пока они не починят ее, а они могут долго вообще ее не починить, потому что не очень понятно, где аналоги по этому оборудованию брать, вот пока они проблему эту не решат, с 95-м и 98-м будут серьезные перебои. Из-за этого сейчас там шухер начался, Минэнерго, какой-то экстренный план по замещению этого бензина, высокооктанового разрабатывает, уверяет всех, что ничего не будет. Но вот согласись, глядя на эти цифры и на высокую долю лукоила в высокооктановых бензинах, видно, что это проблемы серьезные. И вот эти разговоры у нас хватит всего там. Ну, я, честно говоря, не могу их серьезно воспринимать. Видимо, они опять могут ужесточить меры по ограничению экспорта. Вот уже перевозчики от них это дело требуют, потому что народ понимает, как топливный рынок устроен и понимает, насколько эта авария серьезная. Но мне здесь в целом кажется, что это только первая ласточка. Потому что смотри, какая история. Все это оборудование для вот этих сложных процессов переработки, оно очень high-end. То есть, это прям высшее достижение инженерной мысли. У нас этого никогда не делали. То есть, вся вот эта современная модернизация нефтепереработки была сделана в чистом виде только на западных технологиях. Немецких, американских. В СССР вообще нефтепереработку не развивали на большой выход светлых нефтепродуктов. Она в основном на мазут работала, чтобы топить. И вся вот эта модернизация нефтепереработки с переходом на Евро-5 и большой выпуск высокооктановых бензинов, это все было сделано только на западном оборудовании. То есть, эта отрасль очень уязвима к санкциям. И не только к санкциям. А вот, например, сегодня новость, что в терминал Новотек в услуги попали беспилотники. Они там перерабатывают газовые конденсаты, экспортируют там нафту и так далее. Вот этих установок, таких современных, их очень счетное количество по всей России. То есть, там, грубо говоря, пара десятков. А вот если туда будет что-то попадать, например, или даже просто сломается, и никто не сможет найти замещающих деталей и компонентов, потому что Запад их больше из-за санкций не дает, то это может приводить прям к очень серьезным проблемам на рынке нефтепродуктов. Кстати говоря, и авиатопливо, в том числе и для военных самолетов и ракет. И вот здесь видно, что это такое сильно уязвимое место. Мне кажется, в этом смысле авария Лукойловская – это только провозвестник будущих проблем. То есть, это первое начало какой-то большой цепной истории. Думаю, что мы в этом году еще такого увидим много. И видно, что российский топливный рынок, прежде всего, рынок высокооктановых бензинов, но, возможно, и авиатопливо – это важный такой тоже момент, и в том числе и для армии. Это очень уязвимая история. Вот мы прямо в первые дни Нового года увидели этому пример. Ну, там, конечно, это как-то скажется на ценах на бензин, но, мне кажется, это даже не главный сюжет, потому что здесь, возможно, просто дефицит физический из-за вот таких вот аварий и поломок, и это напрямую связано и с санкциями, и, конечно, с войной. Ты знаешь, вообще это та сфера, где этого ожидали быстрее всего. Понятно, что санкции работают не сразу, да, невозможно все закрыть, закупорить, но, собственно, есть износ, особенно такого высокотехнологичного оборудования, не только износ, но его необходимо обслуживать. И я бы в этом смысле был спокоен, если бы не одно но, если бы я не помнил, что происходило с турбинами Siemens. Как ты помнишь, значит, когда их просто поставляли, но совершенно под другим видом, говорили, что да нет, это все не то, и не только в этом случае, да, до сих пор мы видим, что поставляют те вещи, другие вещи, другое дело, что это оборудование очень такое штучное, и производителей его в мире не так много. Поэтому я единственное, за что тут опасаюсь, это знаешь, типа, через какие-то страны-посредники, ну, там, я не знаю, продадут какую-нибудь такую установку или детали для нее арабским эмиратам, а они, значит, продадут свою очередь от России. Вот за такие штуки я переживаю, хотя, наверное, множество стран и компаний не захотят рисковать, потому что, ну, опять же, товар штучный, и огрести за то, что ты перепродаешь Россию, сложно. Ну, в общем, короче, мы видим, что проблема существует, будем надеяться, что в этот раз, я не знаю, механизмы контроля победят, значит, механизмы желания заработать, навариться на отдельных людей, но, да, фиксируем, что проблема действительно довольно масштабная, от специалистов из сферы я много слышу на эту тему, собственно, причитаний и, как бы, панических, я бы даже сказал, прогнозов. Ну, кстати, про специалистов, раз уж мы затронули вообще тему специалистов как таковых, опять много рассказывают, что есть проблема с кадрами, причем проблема большая, насколько мы можем это каким-то образом заметить, скажи мне, пожалуйста, и отрефлексировать. Да, ну вот я, во-первых, откомментирую то, что ты сказал, действительно, здесь, конечно, нужно особое внимание и отслеживание вот этих всяких хитрых посреднических схем, чтобы все равно поставить какое-то оборудование в Россию, но мне здесь кажется, что вот американские компании, они гораздо менее склонны к такому поведению, а здесь, насколько я понимаю, речь идет об американском оборудовании, Honeywell, потому что очень там гораздо жестче наказание за это, чем в Европе, да, там многолетняя отработанная вот эта санкционная политика, ну и могут очень сильно втопить, если они будут каким-то обходным путем, то есть, они сами, американцы сами заинтересованы отслеживать эти цепочки поставок, и, кстати, обрати внимание, что по всем вот этим выявленным случаям обхода санкций в основном все-таки этим занимаются компании из Европы, и это связано с тем, что там гораздо более слабая и менее отработанная система контроля за исполнением всех этих санкционных мер, но надеюсь, что они наладят ее, я прям вижу, как это сейчас вот делается. Вот, про кадровый голод, коммерсанты... Я просто единственные пять копеек вставлю, видишь, типа, ты немножко ловердый, я немножко ловердый. По большей части с тобой согласен, кроме чипов. Чипы пока во всех российских ракетах все еще американские. То есть, окольными густями всякими попадают, к сожалению, поэтому, да, там относятся, наверное, серьезнее. Буквально сегодня рассказывал в дни сводки про уголовное дело, которое там завели на чувака, который как раз... У него три гражданства, там, российское, израильское, американское, и вот он как раз занимался, у него две компании были, которые это делали, там за этим следят, и вообще там отчетность сложнее, но проблема все еще существует. Однако, опять же, видим, признаем, что динамика улучшается. Ну, то есть, типа, гораздо лучше всего, чем два года назад. Извини, пожалуйста, возвращаемся к кадровому голоду все-таки. Да, ты знаешь, много про это разговоров, что вот проблема кусачая, одна из самых острых в экономике, но вот тут коммерсант опубликовал такой достаточно шокирующий опрос, который провел Суперджоп. Суперджоп – это один из главных рекрутинговых сервисов в России, да, и они опросили тысячу предприятий, прямо задавали вопрос, испытываете ли вы прям кадровый голод? Ну, вот вы можете увидеть на графике, причем по разным отраслям, типа, 85% говорят «да». Понимаешь, какая история? Такого не было, в принципе, то есть, я такой ситуации как бы не помню, при том, что, понимаешь, ладно бы это было, чтобы у нас там экономика росла, типа, на 7-8% в год, да, и всем нужны были бы новые руки, да, но у нас она особо не растет, за исключением военно-промышленного комплекса, и это значит, что вот эта вот тема мобилизации и массового отъезда из-за войны, она прям такая очень-очень кусачая. Вот, кстати, эти цифры мне говорят о том, что Путин не будет спешить с никакими новыми волнами мобилизации, потому что мне кажется, что сейчас для него вот эта тема даже выходит на первый план по сравнению с негативным общественным мнением, то есть, скорее всего, ему все корпорации и банки будут говорить, типа, нет, мы своих специалистов просто вот не отдадим и будем грудью за них биться. То есть, эта тема становится очень сильным ограничителем для новых волн мобилизации, и это очень-очень хорошая новость, то есть, даже если эти волны будут, то, скорее всего, качество тех людей, которых они будут набирать, оно будет очень низкое, потому что реальных специалистов ему не отдадут, они все по броне останутся, потому что кадры сейчас становятся такой ключевой проблемой номер один, поэтому, в принципе, вот эти цифры, это еще раз, во-первых, говорит, что тоже работает все это экономическое давление на путинскую систему, и это очень сильный ограничитель сейчас, кадровый голод, в том числе и для войны, и для набора вот новой живой силы на фронт, так что, видишь, все как бы и деньги заканчиваются, и кадров не хватает, и все-таки в сложных каких-то отраслях санкции уже приводят к серьезным там поломкам, авариям, выходам оборудования, так что вот как-то все вот эти вот клещи такие, они потихонечку сжимаются. Это правда, единственное, что я бы подчеркнул двумя красными линиями слово потихонечку, потому что действительно не стоит ждать, что завтра там экономика рухнет или развалится, это еще может продолжаться в таком режиме, насколько я понимаю, буквально годы, ну то есть, да, вот этот вот извечный анекдот, что папа, ты будешь меньше пить, нет, сынок, ты будешь меньше есть, да, мы просто будем это видеть в большем масштабе, и ты знаешь, мне тоже интересно было в контексте этого кадровой истории, вот сейчас же там везде прорывы теплосетей и всего остального, и вот один из некрологов, это буквально человек, который был мобилизован с одного из таких предприятий по обеспечению, геодезистом был, он был геодезистом, он там был инженером, значит, отвечал за участок, и с его предприятия, вот, которое обслуживало теплосети, видите, 22 человека было мобилизовано, да, то есть, опять же, надо понимать, это вот буквально напрямую связанные вещи, не то, что там, не знаю, оппозиционеры сову на глобус натягивают, да, и мы причитаем наши извечные, а вот тратили бы не на войну, а на теплосети, да, ничего бы этого не было, и да, помимо этого, вот есть прям фактическая история, что тех людей, которых забрали на фронт, умирать и убивать, это те люди, которые обслуживали все эти теплосети, поэтому тоже вот с кадрами очередное подтверждение того, о чем мы говорили. Расскажи, пожалуйста, на фоне кадрового голода, а что с, там, я не знаю, компаниями, аффилированными с государством или государственными, ну, там, с банками, со Сбером, например, у них тоже все плохо, вот, из той апокалиптической картины, которую мы описываем, или все несколько иначе? Вот, это значит, это мы возвращаемся в такую советскую систему, где там полки пустые, жрать нечего, но есть спецстоловая, значит, для работников аппарата ЦК КПСС, где там есть все, да, крабы там и прочее, да, вот, и в этой ситуации я, конечно, не мог пройти мимо отчетности Сбербанка, то есть, Сбербанк опубликовал отчетность по российским стандартам за прошлый год, это, то есть, вот, значит, у кого-то там жемчуг мелкий, это как раз классика, у них рекордная абсолютно прибыль, причем, в основном, конечно, из-за кредитной маржи, 2,3 триллиона, это чистый процентный доход, то есть, это разница между высокими ставками по кредитам и, значит, низкой стоимостью привлеченных денег, да, и больше 700 миллиардов рублей в год, это чистый комиссионный доход, то есть, вот, многие наши зрители жалуются, насколько достали разнообразные комиссии там на все, и бизнес жалуется на эквайринг, вот этот сумасшедший, прикинь, больше 700 миллиардов в год, это просто прибыль, прибыль от комиссий, то есть, они ничего не делают, просто дерут со всех, красивая история, вы заходите в Сбербанк онлайн, все удобно там, отправляете и так далее, да, но вот эти ваши все операции пальчиками приносят в итоге Сберова больше 700 миллиардов в год прибыли, прикинь, то есть, это масштабнейший налог на экономику, вот эта комиссионная маржа и процентная маржа избыточная, которую им Сбербанк дает, вот я приводил здесь цифры и там ссылки на предновогоднее интервью Набиулины РБК, и ее прям спросили про это, она говорит, вы знаете, эта сверхприбыль банкам нужна сейчас, потому что у них нет других источников капитала, от внешних финансовых рынков они отрезаны, наша экономика длинных денег не генерирует, все кладут только на относительно короткие сроки деньги на депозит, да, вот, и в этом смысле им капитал больше негде взять, кроме как драть вот этот дополнительный, назовем его банковский налог с экономики, это, конечно, фантастика, но с другой стороны мы видим, что вся эта прибыль банков, она может очень быстро испариться, если экономика реально затормозится и пойдет рост неплатежеспособности у клиентов, так что это такая вот пирушка на час, но просто хотел показать нашим зрителям, насколько банки жируют вот на всей этой экономике, и это, конечно, ненормальная ситуация, то есть, еще раз, это фактически необъявленный дополнительный налог, который, налог на содержание банковской системы, который не вводили никакими поправками в налоговый кодекс, но Центробанк разрешает им все эти повышенную кредитную маржу и повышенные комиссионные брать, потому что у них нет других источников капитала, и фактически так вот закрывает глаза на то, сколько банки денег дерут со всей страны, это только один СБЕР, понимаешь? Ну, это какие-то фантастические вот цифры, и еще один момент, о котором я хотел сказать, тоже итоговая цифра, она была чуть раньше, но я вот пропустил ее, но это важно, почти 7 миллионов новых брокерских счетов открыли физические лица на Мосбирже в прошлом году, и общее число брокерских счетов, не самих счетов, а людей, которые имеют счета, приблизилось к 30 миллионам человек. Я уже рассказывал про пузырь на фондовом рынке, что там рынок вырос на 50% за год, в то время как экономика, только на 3%, а экономика без учета ВПК там еще на меньше, ну, то есть это очевидный такой фондовый пузырь. Я понимаю, что у нас вот как бы люди хотят заработать какого-то быстрого, легкого заработка, но мне кажется, это очень опасная история, потому что с учетом того, что в экономике проблемы нарастают, она будет замедляться, рынок ждет очень сильная, как говорят, коррекция, и вот эти люди, которые вот несут туда свои денежки, они сильно потеряют. Помнишь, мы говорили, что власти и крупный бизнес, они так, типа, засматриваются, как волки на деньги физлиц? Вот это один из способов, которым у вас будут эти деньги отнимать, вас будут заманивать на фондовый рынок. Я уже даже вижу, вот в онлайн-банках, когда заходишь, там реклама, типа, значит, откройте брокерский счет, и мы вам подарим одну свою акцию, там, или что-то еще такое, да? Это опасная история. То есть, если вы вкладываете все какие-то свои сбережения в фондовый рынок, имейте в виду, что это очень серьезный пузырь, и мы с Майком здесь это неоднократно обсуждали. Да, мне еще нравится твой оптимизм относительно, когда ты говоришь, если будет кризис неплатежей. Вот я как раз насчет этого «если» совершенно не уверен. Я бы его, конечно, заменил на… Нет, чудеса бывают, может быть, завтра Владимира Путина стукнет инфаркт, Россия выведет войска из Украины, собственно, быстро за месяц новая власть договорится с Западом снять санкции, начнется снова прокачка нефти, пойдут сверхдоходы, и все зацветет и запахнет, а уж чиновники распродадут свои дворцы, а при этом коррупция сведется на ноль, и Россия сказочно разбогатеет, не только верхушка, но и все остальные, и тогда, возможно, кризиса неплатежей не будет, или революция, когда, как известно, кредиты обнуляются, вот, это, пожалуй, два единственных варианта на ближайшее время, при котором, мне кажется, этого кризиса не случится. Но, опять же, экономика сложна, прогнозируемая история, как мы и во время пандемии видели, и во время уже полномасштабного вторжения, но как будто вот все то, что мы описываем с тобой тут из раза в раз, оно оставляет довольно маленький зазор на то, чтобы действительно как-то вот это вот все вырулилось в отсутствие кризиса масштабного. Да, ну, единственное, что вот мы постоянно подчеркиваем, что это занимает время, поэтому все ждут вот завтра, да, но процессы идут. Вот, и знаешь, в завершение я хотел прокомментировать, вот я смотрел вашу очередную сводку с Русланом Левиевым про вот это вот изъятие российских активов. Да, там хитрый план, как раз будет здорово слышать свой комментарий, напомню, в чем план, по крайней мере, это обсуждается, об этом пишет Financial Times. Сделать облигации на сумму ущерба, которую Россия нанесла Украине, под покрытием которых будут, соответственно, российские репарации, но обеспечено это будет, собственно, замороженными российскими активами. То есть вот такая, по крайней мере, заявляется западными изданиями, рассматривается схема сейчас для финансирования Украины. Вот, и у нас с Русланом как раз был разговор на эту тему, насколько это вообще реализуемо, насколько в эти облигации будут вкладываться различные государства и прочее, прочее. И я рад, что ты сам даже вызвался, так сказать, дать некоторые комментарии. Да, вот смотри, значит, я просто вот, что, в чем там было некоторое, может, непонимание в вашей дискуссии, Украина не будет рисктейкером по этим облигациям. То есть это западные страны, если такие облигации будут, это они берут на себя риск. То есть если гипотетически Россия в каком-то суде что-то отсудит, то это не значит, что Украине придется, значит, все возвращать обратно в зад. Это западные страны на себя это дело возьмут. И у них-то для этого ресурсы есть. То есть окей, допустим, мы проиграли какой-то суд, значит, надо что-то России выплатить, а Америка будет сама выплачивать. Европа будет сама выплачивать. А почему они гарантами какими-то выступают? Да, они выступают гарантами, потому что они материально конфискуют эти активы. Этих активов российских в Украине нет. И, соответственно, ответчиками по любым возможным искам будут западные правительства, которые приняли правительство, на территории которых находятся вот эти российские активы, и правительство, которое будет принимать решение об их конфискации. Вот ответчиками по возможным российским претензиям будут они. И в этом смысле вот Украине, если такой механизм будет запущен, Украине ничего не угрожает. В худшем случае, если какой-то суд решит, что у России, значит, отобрали собственность незаконно, это Америке придется найти деньги, чтобы по этому судебному решению России обратно что-то вернуть. Но смотри, на мой взгляд, это предельно гипотетическая ситуация, потому что правовая основа для этой конфискации есть. Есть резолюция Генеральной Ассамблея ООН от ноября 2022 года, 11 дробь 5, по-моему, ее номер, да? Где прямо сказано, она принята большинством голосов на Генассамблее, что Россия как агрессор обязана в соответствии с уставом ООН возместить материальный ущерб. Там вопрос сейчас, я вот в этих дискуссиях очень много участвую, вопрос, как связать вот эту общую резолюцию с изъятием конкретных активов, да? Потому что западные страны, где размещены эти активы, они напрямую не являются пострадавшей стороной, но косвенно являются. У всех там разное законодательство плюс ко всем. Да, да. И сейчас вопрос идет в том, чтобы вот создать вот эту юридическую базу. Но решение в эту сторону двигается очень серьезно. И, кстати, я хочу сказать, что вот нет худа без бобра, да? Вот эта вся история с там всякими сложностями по выделению новых траншей помощи Украины, она здесь играет позитивную роль, потому что деньги-то нужны все равно на восстановление. Возможности у Запада сейчас давать их чуть меньше, идет это чуть сложнее. Значит, вот все более активно занялись темой конфискации этих активов, которые, надо сказать, предыдущие два года в целом двигалось ни шатко, ни валко. А вот сейчас с этим прям, ты видишь, пошли политические заявления, то есть здесь ситуация очень-очень сильно зашевелилась. И вот здесь я хотел сказать, вот главный такой вопрос, да, потому что очень многие ходят и говорят, вот, ну как же так, это же право собственности, право собственности это священно. Вот минуточку, первичная проблема – это ущерб украинской собственности, который был нанесен агрессией. Вот это как бы первоисточник всех проблем, что Россия нанесла Украине огромный материальный ущерб. То, что сейчас рассматривается в отношении российской собственности, это примерно как если вы где-то кому-то что-то не вернули, есть решение суда, и к вам пришли приставы. Не возвращаете долг, вот мы, значит, ваше имущество опишем. В этом смысле это вполне законная процедура, и я считаю, что те люди, которые вот громогласно везде говорят, а как же право собственности российская, они уводят в сторону разговор, потому что реально первичный ущерб праву собственности был нанесен агрессией и разрушением украинских активов, да, и материальным ущербом Украине. То есть, вот это вот просто обычная такая юридическая компенсационная штука, когда агрессор не хочет, как бы, компенсировать нанесенный им ущерб, но это делают в принудительном порядке через вот типа механизм приставов, да. Поэтому я считаю, что вот этот разговор, а как же право российской собственности, это надо заканчивать, потому что первичная тема в данном случае это собственность украинская. Так что я думаю, что в этом направлении ближайшее время... Да, ты, ну, это же, я тоже не понимаю, знаешь, я мыслю на уровне все-таки гражданского права, ну, не гражданского права, а права в отношении отдельно взятых людей, да. И вот, ну, мы имеем примеры очевидные. Если человек пошел, например, своровал что-то, убил кого-то, на него по суду обычно он обязан компенсировать, возместить все понесенные издержки. Это обычный механизм, в нем нет ничего вообще невероятного, и нет такого, что, знаешь, вот ты там, я не знаю, ты, Владимир Милов, ты пошел и в Альфа-банк еще там в прежние времена положил, не знаю, 100 тысяч рублей, правильно? И потом пошел и пырнул меня ножом. И вот состоялось судебное заседание, говорят, Владимир Милов, ты пырнул Майкла Найке ножом. Может быть и заслужено, но законом запрещено. Поэтому компенсируемое налечение 50 тысяч рублей. Суд изыскивает из Альфа-банка, и нет никаких разговоров, что вот, смотрите, теперь Альфа-банк ненадежный из-за того, что, значит, из него изъяли какие-то деньги на компенсацию. Нет, это по решению суда компенсация того ущерба, который ты нанес. Это не реклама Альфа-банка, если что Альфа-банк, Кал, Фридман поддерживает войну и все прочее, да, не подумайте. Вот, просто я к тому, что я не понимаю, почему это вызывает такие ожесточенные споры за пределами российской пропаганды, потому что это же довольно стандартный механизм компенсации в случае, если ты нарушил свои обязательства, а именно международные соглашения, которые Россия подписывала, в том числе гарантируя, что она не будет претендовать на территорию Украины. Поэтому, честно говоря, это все такая казуистика, которая напоминает мне, помнишь, до начала полномасштабного вторжения, года три, наверное, Евросоюз кормил нас историей про то, что невозможно накладывать санкции на российских коррупционеров, потому что якобы доказательная база не очень хорошая. Произошло полномасштабное вторжение, и вот этот буквально список Навального, с которым он бегал, типа, много-много лет, по нему начали работать за две недели, там, и ввели санкции практически против всех. И мое любимое – это санкции против дочери любовницы Лаврова. Я до сих пор вот бегаю всем и говорю, вот вы мне рассказываете про то, что в суде что-то не стоит. Ну, вот попробуйте мне рассказать, как вот эти британские санкции, где там юридические основания для того, чтобы вводить это. Поэтому хотелось бы, чтобы уже как-то спустя два года все-таки нас перестали кормить вот этими вот сказками про юридическую невозможность, и все-таки эти решения были бы приняты. Извините за такой долгий спич, просто это вот о наболевшем. Все правильно, просто я вижу очень много дискуссий, вот, и в том числе и в русском Ютубе, что вот это неправильно изымать... А как же... Вот у нас у людей есть какое-то, знаешь, такое ложное понимание священного права собственности. Право собственности действительно священно, но первично здесь проблема ущерба, который нанесен украинской собственности... Право собственности заканчивается, когда ты претендуешь на чужую собственность. Все, конец. Ну, как бы, что тут обсуждать? Вот, и тут действительно, тут есть самое главное, что есть резолюция Генассамблеи ООН, и вопрос только в поиске конкретного механизма, и мне кажется, что сейчас к этому делу приблизились, как ее реализовывать. И вот в этом году мы эту конфискацию активов, я думаю, скорее всего, увидим. Так что, я помню, Руслан Левиев был чуть-чуть скептичен на эту тему, но это механизм абсолютно рабочий, Украина эти деньги так или иначе получит, и вот важно, она не будет рисктейкер. То есть, все возможные российские судебные иски будут направлены против западных стран, где эти активы находятся, которые их конфискуют, и они будут в итоге ответчиками. То есть, Украина, в случае этой конфискации, Украина гарантированно получит эти деньги и не должна будет ничего здесь возвращать. Субтитры создавал DimaTorzok